МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем живет Фергана сегодня? Ферганская область. Ее великолепная неповторимая природа, чарующая взор человека, безусловно, визитная карточка региона. Что же касается экономической составляющей, то прежде ее основу составляли всего лишь 2-3 предприятия. Нефтеперерабатывающий завод, Куассайцемент и Фергана Азот, которые из-за износа оборудования старых технологий испытывали серьезные сложности. Теперь же совершенно иная картина. В регионе действует около 12 тысяч промышленных объектов. Начиная с 2016 года, идеи и инициативы руководителя страны вдохнули новую жизнь, обновляя все вокруг. Предыдущие 5-6 лет стали поистине историческими для Фергана и Ферганцев. В подтверждении сказанного следующие экономические показатели. За короткое время объем валового регионального продукта достиг почти 56 триллионов суммов. Для сравнения, в 2016 он составлял чуть более 17 триллионов суммов, в три раза меньше. Другой факт. В 2022 году в Фергане произведено промышленной продукцией на более чем 30 триллионов суммов против 8 триллионов суммов в 2016. Здесь отмечаем почти четырехкратный рост. Индустрия строительных материалов стала драйвером Ферганы. Если когда-то ферганцам было сложно привлечь даже 50 миллионов долларов зарубежных инвестиций, то в прошлом году их размер превысил 957 миллионов долларов. Видите разницу? В два раза вырос и объем экспорта. Сегодня в области осуществляют деятельность более 55 тысяч предпринимателей. Регион стал одним из ярких примеров, инициированной главой государства большой созидательной работы в новом Узбекистане. Ферганцы помнят времена, когда едва строили один многоэтажный дом в 2-3 года. Да и того не было. Ну а теперь за какие-то полгода возвели целый современный городок, и в строительстве массивов Янги-Узбекистан опираются на багдадский опыт. Только в прошлом году в регионе сдали в эксплуатацию 200 многоэтажек на 7956 квартир. Сфера услуг – еще одно направление, заметно ускоряющее экономический рост, которое является своего рода локомотивом региона. В настоящее время в ней заняты более 5000 субъектов предпринимательства, и в прошлом году ими оказано услуг на 21 триллион 900 миллиардов суммов. А ведь всего несколько лет назад, в 2016-м, эти цифры были в три раза меньше. А еще новые возможности в индустрии путешествий способствуют увеличению потока туристов, реализация новых перспективных проектов, направленных на дальнейшее развитие данной сферы. В частности, в результате создания туристического кольца «Золотая долина» можно ежегодно как минимум привлекать 500 тысяч туристов, что даст возможность освоить 200 миллионов долларов. Проекту в регионе «Данстарт» ожидается, что результаты будут уже в конце нынешнего года. Фергана лидирует и в сельском хозяйстве. 2022-й стал продуктивным в плодовощеводстве. Дахкани и фермеры региона вырастили и собрали 3,5 миллиона тонн урожая. Излишне говорить об опыте ферганцев в земледелии, их бережному отношению к каждой пяде земли. 7456 гектаров площадей они освоили и вновь вернули в сельскохозяйственный оборот в прошлом году. Примером тому и виноградник, который раскинулся на некогда пустовавшей площади в 1000 гектаров в Алтарыгском районе. Для развития дыхканских хозяйств 7000 гектаров, на которых прежде выращивали хлопчатник и зерноклассовые, распределены сегодня посредством открытого электронного аукциона среди населения. В прошлом году в сфере сельского хозяйства было создано более 300 тысяч новых рабочих мест. Произведено продукции на 30,5 триллионов сумм. Более чем в два десятка зарубежных стран экспортировано продукции с полей ферганских земледельцев на 260 миллионов долларов. Заметный вклад в экономический рост региона стала вносить и хлопковой текстильной индустрии. Хорошо известно, что в прошлом выращенный хлопок главным образом реализовывался в качестве сырья за рубеж. Внедрение кластерной системы, сочетающей в себе сельское хозяйство и промышленность, в корне изменило ситуацию. Проще говоря, выращивание хлопков стало прибыльным делом для дыхкан, а текстильная промышленность превратилась в привлекательную отрасль. Если до недавнего времени труженики ферганы подсчитывали предварительно с гектара полторы-две тысячи долларов дохода, то этот показатель на сегодняшний день увеличился вдвое. В регионе появились новые предприятия. В 2016 году действовало 28 текстильных предприятий, в 2022 их количество достигло уже 193. Главный акцент деятельности – производство из хлопкового волокна продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, в 2018-2022 годах введены в строй 10 новых мощностей стоимостью 80 миллионов долларов. В итоге резко повысился уровень переработки хлопкового волокна. Также в полтора раза увеличилось производство пряжи, в 1,8 раза ткани, в 2,7 раза трикотажного полотна. Что же касается экспорта, то обратите внимание, показатель 2016 года в 2022 удалось выполнить за 5 месяцев. То есть налицо рост в более чем 2 раза. Текстильная продукция на 414 миллионов долларов отгружена в 45 стран мира. Ну а, пожалуй, главный момент заключается в том, что за счет реализации проектов хлопково-текстильными кластерами трудоустроено 200 тысяч представителей местного населения. Сейчас таких кластеров в области 13. Два из них уже охватили пять этапов в цепочке добавленной стоимости. Словом, на местах воплощаются в жизнь самые смелые решения, которые сегодня в основе успешной деятельности, основанные на передовых технологиях, инновациях. Современные промышленные объекты укрепляют производственный каркас региона, все больше раскрывая его патонал. Некогда отсталый в социально-экономическом плане территорий сегодня демонстрирует ускоренный темп развития, в их числе и Куштепинский район. Многие жители которого, ранее не имея стабильных источников дохода, постоянной работы, вынуждены были выезжать в зарубежные страны на заработки. Теперь же все иначе. Для трудоустройства сельчан создаются широкие возможности. Примером тому – реализация крупного текстильного проекта, входящего в состав кластера Global Textile Infinity, с ходом строительства которого руководитель страны знакомился еще в ходе своего визита в Ферганскую область 12-13 мая прошлого года. Тогда была дана высокая оценка инновационным подходам и технологичному оснащению нового предприятия. И за рекордно короткие сроки здесь уже запущен первый цикл производственного процесса. Еще два года назад эта территория в Куштепинском районе Ферганской области попросту пустовала. Уже сегодня здесь осуществляет свою деятельность современное текстильное предприятие, которое после запуска в полную мощность будет способно перерабатывать 29 тысячного хлопкого волокна, выпускать 18 миллионов метров высококачественного полотна. А ежегодные экспортные поставки составят 85 миллионов евро. И что немаловажно, будет создано 3000 новых рабочих мест. Цифры, воспринимающие сегодня как само собой, разумеющиеся. А ведь совсем недавно, лет 5-6 назад, трудно было даже представить такой рывок вперед. И только сильная политическая воля главы государства, который взял ставку на современные технологии, прагматизм и последние достижения науки, смогла буквально сломать все стереотипы и вывести данное направление на новый уровень. Президент Шавкат Мерзеев подробно ознакомился с деятельностью данного текстильного предприятия с общей проектной стоимостью 132 миллиона евро. Здесь установлено современное швейцарское оборудование, отличающееся своей энергоемкостью. Вместе с тем устанавливаются солнечные панели для выработки электроэнергии, что позволит достичь почти 23% эффективности энергопотребления. Мы этот проект создали в первую очередь большими европейскими брендами. Тем самым мы ввели здесь пару инноваций. Первая инновация у нас, мы всю кровлю будем оборудовать, уже начали оборудовать, ватовать солнечными панелями. Вторая большая инновация у нас то, что мы здесь ввели очень много автоматизации. То есть мы уменьшили ручной физический труд, но увеличили, естественно, и больше интеллектуальный. Это требует от наших сотрудников больше интеллектуальной работы, больше квалификации. И это даст возможность нам развивать наших людей намного быстрее и лучше. В феврале мы запустим второй блок, аналогичный, но там будет уже не хлопок, а синтетические. Полиферная пряжа и смесовые пряжи. И до Навруза мы запустим наш третий блок. Это вязальная наша фабрика, которая будет практически потреблять всю пряжу для изготовления качественных трикотажных полот. И у нас сегодня, в этом году запускается большая наша фабрика по производству готового изделия. Как предполагал наш уважаемый президент, всю цепочку переработки хлопка от семян до готового продукта мы на сегодняшний день уже перекрыли. Здесь же открыт Центр обучения и надомного труда, который готовит необходимых предприятий специалистов по четырем направлениям. И здесь мы работаем очень тесно с образовательными учреждениями. Мы всецело привносим в наше образовательное учреждение так называемую дуальную систему. О чем это говорит? Что ученик, мы создаем учебные классы на предприятиях и привлекаем 30-40 учеников для учебы в классе. Они обучаются и теории, одновременно получают практику. Здесь выиграют обе стороны. В первую очередь ученик, который получает профессиональное образование. Второй выиграем мы. Потому что раньше были такие случаи. Мы получали выпускника колледжа, которого еще три месяца обучали для работы на нашем предприятии. В настоящее время на фабрике трудятся полторы тысячи человек. В марте этого года здесь начнется производство трикотажного полотна. Также в Учкупликском районе создаются предприятия по производству пряжи и тканей. А также по переработке хлопка. Очевидно, что кластерный подход в организации хлопковой текстильной деятельности – самый лучший метод в получении максимальной выгоды и для фермера, и для производственника, и для государства. Решая целый комплекс социальных задач, кластеры уже вносят солидный вклад в укрепление экономики. Впрочем, нынешние результаты далеко не предел возможностей. Как развиваться дальше, что приоритетно в ближайшей перспективе? Ответы на эти вопросы звучали на совещании по развитию хлопковой текстильной промышленности в областях долины, которое провел глава государства. Ферганская, Андижанская, Наманганская области накопили немалый опыт в деле эффективной переработки хлопка и выпуска конечной готовой продукции. Как подчеркнул президент Шавкат Мерзиёев, за последние шесть лет в этих областях создано 35 кластеров, реализовано 150 проектов, на что инвестировано 670 миллионов долларов. Показатель предыдущих трех лет подчеркивает рост выпуска готовой текстильной продукции. Он сегодня составляет 33% против 9%. В целом, также выросла доля областей долины в производстве текстильной продукции в масштабах страны. Теперь на них приходится 38% пряжи. Это 352 тысячи тонн в прошлом году. И 43% экспорта продукции – 1,4 миллиарда долларов. Среди результатов работы президент отметил и рост средней урожайности хлопка. Она теперь составляет 35 центнеров. Более того, для стимулирования отрасли, повышения ее доходности, буквально на днях 26 января текущего года за подписью главы государства вышло постановление о дальнейшей поддержке деятельности хлопковых кластеров. Отныне кластерам предоставлена возможность в любое время получать льготные кредиты на удобрения, семена, топливо в целях выращивания хлопчатника. Им разрешено самостоятельно размещать сорта хлопчатника, привозить для селекции продуктивные сорта из-за рубежа. Также 30% расходов на закупку лазерных нивелиров будут покрываться из государственного бюджета. В целях интеграции производства и науки за каждым кластером будут закреплены научные организации в области хлопководства и центры агроуслуг. На совещании обсуждены практические аспекты этих мер поддержки. Президент также внимательно выслушал предложения руководителей кластеров областей долины. Выражая благодарность за создание новых условий развития, предприниматели обратили внимание на актуальность налаживания прямой кооперации между кластерами и текстильными предприятиями, что позволит еще более увеличить производство готовой продукции. Прозвучали и предложения по отмене, к примеру, требования страхового полиса при получении кредита тем предпринимателям, которые вовремя обслуживают кредиты, не имеют задолженности по налогам. Президент подчеркнул целесообразность этих и других предложений участников встречи. Ответственным руководителям были даны необходимые поручения. В ходе диалога руководитель страны также определил задачи по повышению урожайности хлопчатника, глубокой переработке пряжи и увеличению выпуска готовой продукции. Отмечено, что в этом году есть возможность нарастить экспорт текстильной продукции в областях долины до 2,5 миллиарда долларов. Подчеркнуто, что в соответствии с сегодняшней тенденцией в отраслях экономики, кластеры также должны переводить часть своего энергопотребления на альтернативные источники. Рабочие поездки президента Шавката Мерзиёева в регионы – это не просто знакомство с новыми предприятиями, запущенными здесь, но и детальный анализ предстоящей работы определения точек роста индустриального сектора. Так было и на этот раз в городе Кувасае. Здесь, на территории молодежной предпринимательской и промышленной зоны. Недавно, а именно в декабре прошлого года, было запущено данное предприятие по производству конкурентоспособного керамогранита. Принципиально важно, что каждый раз Шавкат Мерзиёев приезжает в регионы с огромными ресурсами, чтобы посредством подобных стимулов запустить новые проекты и программы. Сделать жизнь людей еще лучше. Этот промышленный адрес – Artsoft Keramics. Новый бренд. Новая визитка Кувасая. Новая визита. Главный шоу государства детально ознакомился с возможностями данного производства керамогранитных плит. Стоимость проекта 238 миллиардов сумм. Площадь 5 гектаров. Годовая производственная мощность 2,9 миллиона квадратных метров. Изделий из керамогранитных плит на 180 миллиардов сумм. У нас 4-тонный пресс. Он в сутки может почти 8 тысяч квадратов без проблем сделать. У нас столько возможностей. Мы только должны строить, внедрять новые технологии. Президент Шавкат Мерзиёев обратил особое внимание на вопрос обеспечения качества, выпускаемой на предприятии продукции. Детально интересовался установленными здесь технологиями. По имеющимся данным, этот строительный материал, пользующийся большим спросом в нашей стране, в основном импортируется из Китая и Ирана. Только около половины внутреннего спроса покрывается местными предприятиями. К тому же цена достаточно высока. Эти мощности в Куасае ориентированы на использование местного сырья. Запуск подобных современнейших линий, реализация масштабных инвестиционных проектов – это тоже примета нового Узбекистана. Данная линия, к примеру, протяженностью 155 метров, может в течение трех суток поддерживать температуру 1300 градусов. А самое главное – производить в сутки 8000 квадратных метров конкурентоспособного керамогранита. Территория предприятия сегодня – место приложения инициатив нового поколения. Здесь, так же, как и на других предприятиях, молодежные промышленные зоны, буньоткор, трудоустроенные местные юноши и девушки. Именно они, знающие современные технологии, креативные, готовы взять инициативу в свои руки. Это большой проект в нашей области. Конечно же, когда я начинал, видно, что здесь есть большие возможности, что и на сегодняшний день в реале можем посмотреть на производстве. То, чего мы достигли, благодаря политике президента, замечательно. Чувствую себя очень комфортно и вижу еще дальнейшие перспективы. Подобное предприятие – это новое слово не только в технологиях, но и взятый, уверенный курс на зеленое развитие. Вода в данном производстве используется не раз, потому как после каждого цикла вновь и вновь очищается. Это тоже примета времени – ориентир на максимальное снижение техногенного прессинга на окружающую среду. Здесь использованы самые современные технологии, позволяющие выпускать востребованную на современном рынке продукцию. Очень важно, что страна определила для себя курс на формирование максимально благоприятного инвестиционного климата, развитие промышленного сектора. Мы рады, что работаем вместе. Визит президента на наше предприятие – событие особенное. Это еще раз подтверждает то, что на самом высоком уровне пристальное внимание уделяется формированию современной, конкурентоспособной, высокотехнологичной экономики. Что нужно предпринимателю, который хочет начать свое дело? Хороший бизнес-план – достаточно места для размещения мощностей и технологий, условия, инфраструктура, словом возможности стабильно и успешно работать. А дальше он сам всего добьется. Надо признать, что еще несколько лет назад ситуация была совершенно иной. Многие очень интересные проекты из-за бюрократических проволочек просто-напросто тормозились, оставались на бумаге. Инициативы не приветствовались. А потому у тысяч желающих начать свой бизнес опускались руки. Сегодня государство доверяет предпринимателю, поддерживает бизнес. Оно считает его локомотивом экономики. И наглядный пример такого подхода – это предприятие, ориентировавшее свою керамогранитную продукцию на рынки России, Кыргызстана и Таджикистана. Как и тысячи предприятий страны, вышедших в наши дни на новые рейсы хозяйствования, главное – это тоже примета времени – изменилось само отношение людей к работе. А ведь это, по сути, главный фактор – бизнес-успеха. Я сам из Куассая. Раньше у нас предприятия очень мало было. Вот сейчас очень много заводов открылись. Молодежные промышленные зоны открылись у нас. Уже 10 объектов работы, еще строится очень много. У нас же очень много льгот. Там в таможне есть, еще если на экспорт отправить, у нас субсидии для транспорта есть. Для нас очень много интересного. Сейчас у нас работают те ребята, которые окончили колледж. Мы два года назад в Намангане уже строили один вот такой завод. Вот сейчас запускали Куассай. И еще в дальнейшем у нас есть большие объемы, там большие заказы. Поэтому нам нужно еще строить вот такие заводы. Посещение президента нашего завода – это для нас большая мотивация. Президент детально ознакомился с выставкой производимых товаров в молодежной промышленной зоне Бунеткор. Дал соответствующие поручения по поддержке предприятий и расширению спектра стимулов. Но вернемся вновь к экономическому потенциалу региона. В 2022 году Ферганская область экспортировала продукции на 770,7 миллиона долларов. В настоящее время конкурентно способный товар из этого региона продается на рынках 62 стран мира. В прошлом году было реализовано 1147 инвестиционных проектов на 898 миллионов долларов. Высока доля инвестиций бизнеса из Китая, Турции, Германии и России. Партнеры уверены в Узбекистане. И это тоже примета времени. Фергана обозначила для себя высокие планки и в 2023 году. Область намерена выйти в региональные лидеры. Президент Шевкет Мерзиоев доходчиво разъяснил ответственным лицам, а главным инициаторам проектов пути достижения этой амбициозной цели. Прежде всего увеличится приток иностранных инвестиций в регион. Запланирована реализация около полутора тысяч инвестиционных проектов на сумму 1,3 миллиарда долларов. Текстильная и швейная промышленность, строительные материалы, пищевая и перерабатывающие отрасли выступят драйверами. Регион нацелен на увеличение показателя экспорта с форсированием планки в 1 миллиард долларов. О подобных планах даже и думать не решались несколько лет назад. Следующая локация, которую посетил президент Шевкет Мерзиоев, не менее значимая, поскольку именно здесь были затронуты вопросы сферы оказания медицинских услуг и понятия ее на более качественный уровень. Медицинский комплекс «Меридиан». По сути, это целый медицинский классер, который насчитывает порядка 10 клиник по всей Ферганской долине и имеет свой университет. Но перед тем, как рассказать о локации, которую посетил глава государства, хотелось бы обратить ваше внимание на очень важную статистику. Если буквально 5 лет назад в Ферганской области насчитывалось 358 частных клиник, то сегодня их количество достигло 778. Что это дает? Возникает здоровая конкуренция, а также расширяется охват населения. Но тем не менее, сегодня медицинские услуги, насколько доступны населению и люди довольны ими? Этим вопросом поинтересовался лично сам Шевкет Мерзиоев в ходе посещения данной локации. Главная цель проводимых реформ Нового Узбекистана – улучшение жизни людей, важное место в котором занимает качественная медицина. И в этом процессе возрастает роль частого сектора. И не случайный президент в ходе посещения Ферганской области ознакомился с деятельностью лечебно-диагностического комплекса «Меридия», целью создания которого было облегчить работу людей, чтобы они получали необходимые качественные услуги, которые раньше оказывали только в зарубежных или, как минимум, столичных клиниках. Проект стоимостью 7 миллионов долларов включает все необходимые условия для проведения в год до 2000 офтальмологических, лапароскопических, урологических и репродуктивных высокотехнологичных операций. Главу государства подробно проинформировали о возможностях комплекса, проделанной работе и планах на перспективу. Вопрос, который интересует президента – насколько люди довольны качеством медицинского обслуживания. Какова роль данного медучреждения в решении насущных проблем местного населения? Как отмечалось, в 2022 году в данном медучреждении обратились свыше 44 тысяч пациентов, что говорит о широком охвате населения, которому оказывают здесь услуги 30 квалифицированных врачей. За год также было проведено 524 высокотехнологичных операций. Мы сейчас находимся в операционном блоке, где проводится несколько видов хирургических вмешательств. Соответственно, оборудование здесь новейшее. Об этом мы как раз-таки узнаем сейчас. Вы специалисты. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие уж и сложнейшие операции уже проводились в вашей клинике? В нашей клинике проводится очень много различных операций. Среди них и объемные операции, и легковыполнимые операции. Среди объемных операций я могу сказать, что у нас производится операция на парализованном лице. Это паралит лицевого нерва, это очень большая проблема. И у нас на практике есть пересадка височной мышцы. Хотя это достаточно сложная процедура, не так ли? Это достаточно сложная операция. Там проводится не только симметризация лица, но и возможность мимических движений лица. Это очень тяжело. После операции лицо, мимические движения лица реабилитируются. То есть мимика восстанавливается, и смыкательная функция обвека восстанавливается. На самом деле работы по всестороннему развитию частного сектора здравоохранения, созданию необходимых условий для оказания частными медицинскими организациями качественных высокотехнологичных медуслуг населению начались гораздо раньше. Конкретные приоритеты расставило постановление президента о мерах по дальнейшему развитию частного сектора здравоохранения от 1 апреля 2017 года, где одной из основных задач определено создание благоприятных условий для активизации деятельности и расширения сети частных медицинских организаций во всех регионах страны, совершенствование системы регулирования и лицензирования их деятельности, системное решение вопросов, препятствующих устойчивому развитию частного сектора здравоохранения. Это внимание со стороны государства и вдохновило инвестора на некогда заброшенном месте создать уникальный комплекс, где сегодня проводятся порой сложнейшие хирургические вмешательства. А ведь еще шесть лет назад частные клиники оказывали всего 50 видов услуг. В основном простой забор крови или же небольшие анализы. Президент лично осмотрел медицинское оборудование, привезенное из Германии, Южной Кореи, Японии, Китая. А ведь раньше эти технологии оказались недосягаемой роскошью. Людям приходилось либо терпеть невыносимые боли на старых аппаратах, либо преодолевать большие расстояния для получения более качественной медицинской услуги. Жительница Фергены Худжимхон Юнусова нуждалась в лечении катаракты хирургическим путем. Операцию 86-летней пациентки провели за короткое время и, главное, безболезненно. Сегодня Худжимхон Юнусова может спокойно читать книги, даже не пользуясь очками. Ну а развитию медицины она ставит самый высший балл. И, конечно же, слова благодарности за созданные условия. Другой немаловажный аспект, готовясь для данного учреждения специалистов, будет созданное в системе этого же лечебно-диагностического центра высшее учебное заведение. Обучается в этом университете не только местная молодежь, но и студенты из зарубежных стран. На вопросах подготовки и повышения квалификации кадров президент Шавкат-Мюзев остановился отдельно, поскольку это важный фактор совершенствования профильного отрасли. Глава государства обратил внимание именно на образование. Поэтому мы усиленно будем работать. Наш университет при клинике будет обучать хороших, умных студентов для Узбекистана, если надо будет, для мира, можно сказать. Как медицинский кластер я это могу сказать с радостью, с уверенностью. У нас есть центр образования, центр науки именно при институте, университете. Там мы проводим наши лабораторные исследования. Это для нас очень большой честь. Чтобы встретились с президентом, это для нас еще дает силу и стимулы развиваться благодаря президенту. Я являюсь тут человеком, который в 2019 году заново возобновили учиться иностранным студентам по медицинским вузам в Узбекистане. В данное время в Узбекистане обучается около 4 до 5 тысяч иностранных студентов по разным вузам расположены. У нас есть соглашение с Ташкентской медицинской академией, Ферганское медицинское институтом, общество здравоохранения, Харизмской области, Ташкентской филиалы. Недавно мы соглашение заключили с Нокусом медицинского института. Безусловно, широкомасштабное и всеобъемлющее стимулирование деятельности частных медицинских организаций обуславливает ускоренное развитие сферы оказания медицинских услуг, повышение ее качества.